Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кормоскалах, Благовещенске, Языково, Чешмах и Голиной Кушнаренкова расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Активисты Благовещенска убрались на берегу реки Белой. В Кормоскалах идет борьба с нелегальной продажей алкоголя. В республиканском форуме региональных операторов питания приняла участие Чешминская организация. Ребенок из Благоварского района не получал жизненно важные лекарства. Активисты Благовещенска приняли участие в уборке береговой зоны Затоны и реки Белой. Организатором субботника стала Альбина Бекбулатова. Местные жители поддержали инициативу. Вечером неравнодушные люди вышли на берег и собрали 30 мешков мусора. Это бутылки и одноразовая посуда, оставленные отдыхающими. Как надеются активисты, в будущем желающие отдохнуть на лоне природы будут более воспитанными и культурными. В Кормоскалах идет борьба с нелегальной продажей алкоголя. Только за первое полугодие сотрудники правопорядка выявили около 40 фактов продажи спиртосодержащей продукции. В общем, изъяли более 400 литров алкоголя. После двух привлечений к административной ответственности на местную жительницу возбудили уголовное дело. Несмотря на принятые меры, количество точек продажи уменьшилось незначительно. В районе насчитывается более 150 домов, где продолжают незаконно торговать алкоголем. Чешминский центр питания принял участие в Республиканском форуме региональных операторов питания. Он прошел в Нефтекамске. Здесь собрались операторы питания, сельхозпроизводители, а также представители администрации районов и городов. Продукцию Чешминского центра представили повара Любовь Байбурина и Рима Хадыева. Форум открыл в Рио главы республики Радий Хабиров. Он отметил, что школьное питание – это один из главных вопросов, стоящих на контроле правительства. Также на форуме организовали три круглых стола. Одним из спикеров стал исполнительный директор Центра питания Чешмов Инже Ахмадулина. Она рассказала о том, как построена работа в организации. Общественная организация «Чистый берег родного края» прошла в Чешмах. Ее организовал Молодежный совет чешминцев. В акции могли принять участие все желающие. Участники очистили от мусора берег реки Калмашки. Они прошли от центрального моста до восьмого квартала. Сбор участников состоялся в микрорайоне Заречный напротив магазина «Алан». После акции всех ждал свежеприготовленный на костре плов. Проверку о надлежащем лекарственном обеспечении ребенка с тяжелым диагнозом провели в Благоварском районе. По данным прокуратуры, двухлетний малыш страдал тяжелым редким заболеванием и нуждался в постоянном приеме лекарства. Семья получала медикаменты от благотворительных фондов. Поставку от регионального Минздрава наладили за счет бюджетных средств в начале года. Лечащий врач Языковской районной больницы в конце июня не выписал рецепт на бесплатное получение лекарства, сославшись на его отсутствие в аптеке. Это привело к риску ухудшения здоровья ребенка-инвалида. Мама мальчика записала видеообращение с просьбой о помощи. Через несколько дней поставку лекарства наладили. В отношении главного врача прокуратура внесла представление, в котором требовалось обеспечить надлежащую выписку рецептов, усилить контроль руководство районной больницы за наличием льготных лекарств и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Житель Благоварского района предстанет перед судом за продажу арестованного имущества. 39-летний мужчина накопил долги при строительстве дома. Приставы арестовали его автомобиль для реализации на торгах. Вырученные деньги должны были направить на погашение задолженности, но владелец продал машину незнакомцу за 31 тысячу рублей. Обвиняемый отказался давать показания, сообщили в прокуратуре. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Это были главные новости недели. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok